Великая в малом суметь рассмотреть, да видел ли это в пророчествах Нилус. Урок взять из прошлого было бы впрок, вырезать опухоль, смертную гнилость. А суть же отнюдь и не в протоколах, которые могут подделкой быть, а в том, что из древности тучи и сполохи, и слышим ли гики и цокок копыт. Это не главное, пусть и не малое, познать от кого эти беды, за что, и видим ли пленность с глазницами впалыми, и наше страдание Бог нам зачтет, планы масонам и душам бессонным, что сбудется вскоре, а что никогда. Когда я умру, рассудить бы резонно, что мне до того, если душу продам? Не только Кагал, но то явно, то тайно, грех гнул под себя под бесовское рабство, по маловым прихотям платят садане, и жил с пихотями, страстями был распят, то спал на молитве, то пост нарушал, вкушал недостойно святейшего агнца. Что мне до того, что погибнет Кагал, когда сам в аду венят влаги на пальцы? По малую в малом неверность Иисусу, кидало то влево, то вправо валило. Огромные минусы, маленький плюсик, явление духа, все мимо и мимо. А проигрыш общий, глобально большой, погашен был свет, навалилась вдруг тьма. Блаженность ли Бог тебя все же нашел, быть может, над пропастью с риском поймал? Забыть благовестия это немало, зарыть свой талант в монастырских уставах. Наперла вода и строение упало. Так сколько ж зарыто в молчании устами? 21 ноября 2005 года. Продолжение следует...